приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы с вами поговорим о вещах с помощью которых вы можете привлечь деньги в дом и что немаловажно мы с вами проведем в этом видео одну практику с на с любимым нами овощем для чего а для того чтобы убрать безденежье убрать денежные проблемы из нашего дома и привлечь открыть дорогу изобилию достатку и благополучие друзья давайте далее все более подробно в этом видео обязательно самое ближайшее время возьмите этот овощ купите если у вас его нет и обязательно проведите вы увидите результат будет просто шикарный давайте с вами разбираться далее в этом видео вы знаете на востоке верят что богатство в приходит в дом где есть предметы которые привлекают его и если вы будете являться обладателем правильных вещей то вы действительно можете стать богатым не только трудясь до утра и до вечера знаете ли вы что все вещи в вашем доме обладают определенной энергетикой и какое огромное скопление самых различных энергий находится в вашем доме среди них есть вещи которые и излучают денежную энергетику с помощью этих вещей вы можете привлечь деньги изобилия достаток и благополучия в свой дом и что немаловажно навсегда распрощаться с долгами и с финансовой нестабильностью и в дело в том что именно эти вещи могут стать причиной их отсутствия если они будут лежать у вас без дела и вы не будете никак с ними работать то вы должны понимать это что деньги любят движение ли деньги любят постоянно обновляться и только в этом случае всегда будет приток денежной энергии вашу жизнь так девочки и мальчики какие вещи обязательно должны быть в вашем доме первое это коврик у входной двери почему именно коврик дело в том что коврик который вы постелили у входа в дом или вашу квартиру не будет пропускать негативную энергию а вот энергию денег он наоборот будет привлекать в дом также обращаем ваше внимание если вы живете в арендованной квартире или в доме обязательно заимейте коврик желательно чтобы у вас было два коврика один был коврик у входной двери внутри квартиры и с внешней стороны и очень важно когда вы заходите в квартиру в дом обязательно сначала всегда вытирайте ноги а в коврик который находится у вас вне на внешней стороне и после этого внутренней стороны даже если это лето и у вас идеальная как вы считаете чистота но также обращаем ваше внимание что эти коврики ни в коем случае не должны меняться местами если вы видите что у вас коврик от какой-то стал грязным достаточно полу поломался если вы знаете из резиновые или с ним что-то не так или он вам вас раздражает или не нравится меняйте обязательно потому что именно коврик он помогает вам в привлечении денег кроме того именно коврик привлечет энергию денег ваш дом и еще один момент бывает так что вы можете возвращаться домой с пустыми руками ну например вы вышли к своей соседке обсудили какие-то рабочие моменты да и после этого вернулись домой помните о том что нужно обязательно вытреть обувь а коврик для того чтобы энергия пустоты к вам не прилипало это очень важный момент многие многие они уделяют внимание коврику и даже берут специально покупают именно только для гостей забывайте про гостей есть вы и только вы несете энергию изобилия достатка и благополучия в свою жизнь помните пожалуйста об этом далее хотим уделить внимание венику да сейчас современном мире многие считают что им веник не нужен потому что это все в прошлом наши бабушки по сейчас это неудобно и так далее и так далее даже если вы не используете в своей жизни веник купите веник и обязательно повесьте его в прихожей или на кухне но метелка вверх и обращаем ваше внимание сейчас даже продаются веники даже если вы не используете вообще веник и продаются веники именно маленькие то есть небольшие как вот стандартные веники а есть вот маленький в два в три раза меньше чем стандартный веник на что еще обращаем ваше внимание многие думают о том что это веник это тот что может подметать да и сейчас вы знаете на рынке в супермаркетах можно купить веники именно искусственные нам такой веник в доме в квартире не подходит потому что это просто является предметом для уборки и не более того а нам нужно чтобы веник был для нас еще и оберегом поэтому всегда покупаем веник именно настоящий что значит настоящий который выращен из спроса и тот веник который сделан своими руками обращаем ваше внимание что веники которые продаются на рынке у людей как правило пожилых это всегда настоящие веники они что немаловажно делают своими руками если у вас есть желание вас это и знакомых кто делает обязательно посмотрите как это делать это достаточно тяжелая работа и человек когда делает веник всегда делает его с в хорошем настроении они никогда вот люди которые занимаются вот изготовлением веников они никогда не будут делать веник на быструю руку и во-вторых лишь бы потому что этот веник он просто через пару часов просто рассыпется там есть свои определенные секреты и вот пожилые люди об этом знают поэтому если вам интересно обязательно по этим деревне в село кто выращивает просто и попросите чтобы вам показали это целый процесс то есть это не за пять минут это очень важный момент вообще сам по себе веник если вы будете ставить метелка вверх то он обладает очень сильной энергетикой для привлечения денег дело в том что когда вы выметаете веником он выметает всю негативную энергию тем самым освобождая в доме место для денежных потоков но помните о том что это нужно практику проделывать постоянно а не раз в год или когда приедет кто-то из гостей на это вам стоит обращать особое внимание следующий очень важный момент друзья это обеденный стол очень хорошо если в вашем доме вашей квартире обеденный стол имеет круглую или овальную форму потому что именно этот предмет мебели способствует свободной циркуляции денежной энергии и сколько бы вы не потратили денег деньги всегда будут возвращаться к вам правда сейчас современном мире многие считают что это ерунда это все суеверия какие-то и так далее но если вы верите и знаете о том что стол это божья ладонь это что это ваш помощник в привлечении денег подумайте о том чтобы стол был круглой или овальной формы также никогда не рассматривайте столы стеклянные или стекло с железом лучше всего если это будет из дерева это очень важно кроме того очень осторожным нужно быть с таким предметом как зеркало почему дело в том что она может привлечь деньги в дом а может и еще и отпугнуть их поэтому всегда нужно помнить о том что зеркале должны отражаться только чистота и порядок если же ваше зеркало будет видеть грязь пыль то его энергия будет негативно влиять и на финансовое ваше положение у зеркало есть один закон что он видит то она вам и дает и поэтому если вы хотите привлечь деньги то держите свой дом квартиру всегда в чистоте до очень сложно и держать квартиру или свое жилище в идеальной чистоте но мы с вами должны к этому стремиться кроме того напротив зеркала очень хорошо если вы будете хранить копилку или время от времени класть свой кошелек чтобы он отражался напомним что кошелек именно должны быть ваши деньги и в кошельке не должно быть кредитных карт а также денег которые вы взяли где-то в долг или в кредит этих денег когда вот вы проводите такую практику кладете напротив зеркала свой кошелек вылива этого должны быть ваши собственные деньги заработанные вашим как говорится потом и вашим трудом и когда они будут отражаться в зеркале значит и вашей жизни будут и приумножаться деньги далее хотим уделить внимание хрусталю почему потому что хрусталь возможно вы не знали но является магнитом для привлечения денег и чтобы в доме была стабильность и финансово благополучие нужно на видном месте держать фигурку или статуэтку из хрусталя и такие статуэтки помогает следовать и распорядку и вот это уже положительно будут сказываться на вашем финансовом благополучии но обращаем ваше внимание это должна быть не любая статуэтка из хрусталя который вы сейчас увидели в магазине или его вы вот на теперь пришла идея и что нужно срочно бежать и покупать именно статуэтку из хрусталя нет девочки и мальчики вы эту эту статуэтку почувствуйте на интуитивном уровне бывает а что вы ездите по странам и по материкам вам ничего не подходит и вы заходите в один какой-то магазинчик вообще который найти вы никогда бы не зашли но здесь что-то вас потянул и раз вам понравилось и вы купили тогда покупайте действительно это будет магнитом для привлечения денег далее отличную деталью в интерьере является и аквариум с рыбками аквариум привлекает в дом достаток и наполняет его гармонии единственным условием для того чтобы рыбки притягивали деньги является то что они должны быть золотыми кто занимается рыбками понимает о чем мы говорим в реальности есть рыбки которые называются золотые и здесь большую роль играет и само число рыбок их должно быть 9 а также обращаем ваше внимание что число 9 это особенное число и она связана с гармонией между небесными силами и землей девятка становится магнитом для денег на дно аквариума нужно положить будут камни монеты это сделает аквариум мощным объектом для привлечения денег вода в нем не только будет притягивать благополучие но и улучшить денежные потоки а также очистит окружающее пространство от негатива также если у вас есть аквариум обращайте внимание чтобы вода была чистой и уделяйте внимание фильтром не экономьте на этом далее клубок красных нитей запомните кругу клубок красных ниточек также обладает способностью привлекать деньги красный цвет нас с вами ассоциируется с богатством с властью силой с уверенностью и роскошью такой клубок нужно положить на самое видное место и он именно будет привлекать к вам силу богатства а также что немаловажно защитить ваш дом от недоброжелателей и врагов и тех людей которые возможно осознанно или неосознанно отправляют вам не очень хорошие посылы вообще красный цвет это еще символ финансового достатка поэтому в каждом доме вы знаете в нашей стране есть ковер красного цвета или переплетено с красным цветом вы знаете это неспроста далее уделим внимание желтым монеткам особенно если они старинные потому что они являются магнитом для денег чем крупнее монета тем она и сильнее хранить такие деньги нужно в кошельке но пожалуйста нужно хранить отдельно от купюр который находится сейчас именно в как платежеспособные потому что такие монеты привлекают финансы и гармонию в душе далее фигурка слона но не просто фигурка слона а именно с поднятым хоботом бывает так что возможно вы видели фигурки двух слонов но здесь очень важно чтобы тогда 11 был с поднятым хоботом а другим с опущенным и тогда это отвечает от символ будет означать что гармония и баланс будет вашей жизни но если у вас слон с опущенным хоботом убирайте своего дома потому что кроме безденежья все ваши жизни будут просто на всего утекать и при этом это будет всех касаться материальных благ и всех сфер вашей жизни кроме того фигурка слона она будет помогать вам принимать верные решения и урегулировать денежные решения которые есть кроме того хорошо если вы фигурку слона поместите на раму на рабочем месте или в зоне отдыха бывает что фигурки состоящие из слонов из несколько фигурах тоже очень прекрасно только ланы чтобы бывает а что фигурки слона возможно вы видели одна большая слоники меньше меньше и меньше главное чтобы тогда хобот был вверх у всех слоников далее красивые свечи запомните чем красивее красивые свечи тем больше шансов у вас стать богаче очень важно чтобы эти свечи были отлиты из воска тогда они действительно поистине обладают чудесной и волшебной силой далее колокольчик вы будете уделены но колокольчик пусть даже декоративный он способен защитить ваше пространство от любого негатива и тем самым он будет привлекать энергию изобилия и вы знаете идеальное расположение колокольчика у входной двери очень здорово если вы колокольчик время от времени будете брать особенно после как вы сделали уборку в квартире или в доме и будете звенеть и вот именно этот звон друзья он особенный ну и как мы сказали в начале видео хотим с вами поделиться одной уникальной практикой которая обязательно вам поможет в жизни и так что нам нужно сделать вам нужно перед тем как провести эту практику ваш обеденный стол за которым вы принимаете пищу обязательно убрать максимально что должно остаться это скатерть больше ничего не фруктовница не сахарница не медовница не хлеб в хлебнице ничего не должно быть на вашем кухонном столе далее что мы делаем мы берем лук берете самый-самый красивый лук далее берете его кладете на салфетку и ножом разрезаете на четыре части вот эти четыре части пусть находится по центре вашего кухонного стола и желательно эту практику делать вечером уже после того как точно никто уже не будут садиться за стол и не будут не будут никакого чаепития и что мы говорим какие слова лука разрезаю негатив безденежья убираю достаток привлекаю изобилие приумножаю истинно да будет так вот этот лук вы разрезаны на четыре части оставляете на столе может появиться какой-то запах от лука от лука может появиться еще что хуже вонь то есть знаете лук в перемешку с каким-то запахом в многие думают фу канализация завоняла или еще какой-то момент знаете это лук работает в вашей квартире или в вашем доме утром что мы делаем перед тем как идти вам умываться возьмите этот лук не трогать и руками в салфеткой заверните выбросите черный пакет и в с мусором вынесите и вот такая практика поможет вам с деньгами если у вас очень плохие дела то такую практику хотя бы делайте через день на протяжении семи дней вы также увидите результат вот друзья такой важной ценной информации мы хотели сегодня с вами поделиться обязательно ставьте лайк этому видео в комментарии напишите слово деньги пусть вселенная приумножить достаток и благополучия вашей жизни друзья кто спрашивал касательно донатов куда переводить кто спрашивал в материальной поддержки для нас для нашего кома для нашей команды для нашего канала друзья есть ссылка в описании к этому видео и вы можете выразить благодарность любая сумма нам будет приятно друзья ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых друзья и немыслимых благ услышимся с вами же буквально в следующем видео